Выставочный проект «Кредоспектив» – это своего рода отчет за пятилетнюю работу творческого объединения «Кредо». В него входят лучшие художники, скульпторы и архитекторы из разных городов Центральной России. На протяжении своего существования «Союз» провел много выставок и проектов по привлечению новых и интересных авторов. Но этот раз оказался особенным. В 2014 конкретно этой мастер-кет, я хотел бы на это обратить внимание, является то, что помимо названия «Кредоспектив», то есть впервые, когда в экспозиции, да, так станут работать только непосредственно членов нашего мира. Здесь нет приглашенных художников, которые, в общем-то, постоянно занимают участие, то есть группа поддержки, так называемых. Здесь вы можете посмотреть именно на средства наших творческих кондиций. Большая часть представленных работ в экспозиции создана художниками в последние годы и выставляется впервые. Всего около 30 авторов и более 100 произведений. Пейзаж, портрет, натюрморт, выполненные в реалистических традициях, здесь соседствуют с абстрактными композициями, полотнами с фантастическими сюжетами. Это пестрота стилей, по словам организаторов, и является визитной карточкой творческого объединения, участники которого – настоящие мастера кисти. У нас все художники уже зрелые, сложившиеся, с большим опытом всевозможных выставок и крупного масштаба, и зарубежных, поэтому каждого свое видение мира, и он вот рассказывает об этом, и все не похожи друг на друга, что, в общем-то, радует. И почему мы каждый год объединяемся, потому что нам приятно видеть работы других, и таким образом, за счет этого обмена, все растут потихонечку. Сами художники признают, что объединение Кредо создано для людей, находящихся уже на определенной высоте культуры, и нести знамя этого элитарного искусства не так просто. В России, мне кажется, любой художник – это уже элита, потому что быть художником вообще на самом деле очень сложно. Это было всегда сложно, потому что это как бы большая ответственность и нести культуру, и нести искусство, и оставаться при этом думающим, каким-то анализирующим человеком. Сам Владимир, кстати, предпочитает обращаться в своих работах к теме праздника и карнавала в современной трактовке, где есть место куражу и безумству. Самые интересные художники в этот день были награждены дипломами за вклад в отечественную культуру. Сами участники выставочного проекта выразили особую благодарность дирекции Ивановского художественного музея. Именно в нем на протяжении пяти лет были организованы все крупные проекты творческого объединения Кредо. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.